День с толком Будете платить на 58% больше? Почему жители Ярового снова пишут петиции и обращаются к Путину? Шел по улице и решил поставить прививку. В мобильном пункте в центре Барнаула вакцинируют от коронавируса. Культурная столица станет ближе. Одна из авиакомпаний запускает прямой рейс Барнаул-Санкт-Петербург. Жители Ярового обратились с письмом к президенту страны с просьбой вмешаться в ситуацию с коммунальными тарифами. Повод – регулярные проблемы на местной ТЭЦ и грядущее повышение стоимости услуг, в том числе и отопление. Уже с 1 июля плата за комуслугу в Яровом вырастет больше, чем на 50%. Рост 58,6%, 33,7%, 27,0%. Соответственно, по отношению к ранее установленному. Мы понимаем, что и все понимают, что это значительно выше. Для нашего города, конечно, эти тарифы просто неподъемные. При этом большая часть жителей города-курорта – пенсионеры. Авторы письма уверены, рост тарифов напрямую связан с аварийным состоянием теплоцентрали. Уже год с Ярового не снимают режим ЧАЭС. Из-за неполадок перемерзают котельные. В домах температура не поднимается выше 14 градусов. К слову, по данному факту прокуратура уже возбудила дело в отношении руководства ТЭЦ. Ведомство обязало восстановить теплоснабжение и произвести перерасчеты платы за комуслуги. Тем не менее, почти 700 человек подписали письмо президенту и депутатам Госдумы с просьбой взять ситуацию в Яровом на личный контроль и запретить повышать тарифы ЖКХ выше предельного уровня. Алтайскому краю грозит весеннее подтопление. Во Всероссийском институте по проблемам гражданской обороны отметили, что наш регион в зоне риска. По данным специалистов, пострадать от паводка в первую очередь могут прибрежные села. Также опасность грозит населенным пунктам Бурятии, Тывы, Хакасии, Иркутской области и Забайкальского края. Исходя из долгосрочного прогноза, в южных и восточных регионах Сибири и на Дальнем Востоке возможно образование наледей на малых реках. А это обычно приводит к подтоплению участков местности, которые находятся в низменности. У института по проблемам гражданской обороны заявили, что уже рекомендовали властям регионов зоны риска подготовиться к возможным паводкам. Напомним, в Алтайском крае весной традиционно затапливают пойму реки Барнаулки в черте краевой столицы, а также низины в акваториях Аби, Катуни и Аллея. Жители центрального района краевой столицы, чьи дома расположены на одном из берегов Барнаулки, обеспокоены предстоящим ремонтом моста. Люди переживают, что с начала реконструкции объекта, их путь до школы, детского сада и даже обычной автобусной остановки станет в несколько раз длиннее. Тему продолжит Анастасия Дороган и ей слово. Если честно, у нас здесь жизнь уже приравнялась, как вот гетто в американских районах. Не стесняясь выражениях и не пряча лиц, здесь лишь малая часть возмущенных. Все они живут по эту, на горную сторону от реки Барнаулка. Всего порядка 200 семей. Они убеждены, когда начнется ремонт моста на Челюскинцев, передвигаться в своем районе им станет гораздо сложнее. Они пустят и большие грузы, и транспорт наш, то есть обычный транспорт. Сейчас лето будет, сейчас будут пробки. Людям просто не пробраться на тот берег. О ремонте моста объявили всего неделю назад. Стартом работ обозначили скорую дату 1 февраля. Но так как подробной информации не было, местные жители стали сами узнавать, как им все-таки переходить через речку. Показывают ответ аккаунта мэрии в соцсетях. Как вам уже сообщали, строительство нового временного моста приведет к удорожанию проекта. Реку можно перейти по пешеходному мосту в районе остановки Алтайский завод агрегатов. Пешеходника нет, дороги какой-то, как нам предлагают, напрямки нету, ничего. То есть как бы, как может, допустим, человек тут пройти. Тут получается, ну, типа промзоны, базы кругом. Чтобы перейти на другой берег, где расположен детский сад, школа, транспортная остановка, нужно попотеть. Тротуаров здесь нет. Если мама идет с коляской, то ей очень сложно будет здесь проехать, если кто-то идет навстречу. Это лишь начало пути. Когда кончается кося тропа, выходим на проезжую часть. Опасность – одна проблема. Другая – километраж. Мы прошли больше двух километров по сугробам. Шли мы сюда минут 25-30. Мост этот самодельный, поэтому поддерживать его в рабочем состоянии должны будут сами жители. Вон она, уже сломана, все. Нет, она там запределила. До остановки общественного транспорта еще метров 500, а чтобы попасть, наконец, в сектор с детским садом, школой, местами работы многих жителей, еще километр вдоль обочины. Как вам такая прогулка два раза в день? Какая прогулка? После инсульта нормально. У меня мать участник войны. Я сейчас вот к ней должен вот здесь обойти вот этот круг, сделать, сюда выйти, на автобус сесть и уехать на Сулему. Потом обратный путь также. Опробовать путь в другую сторону мы уже не решились. Он дольше – километра три. Хотя у того мостика, говорят жители, состояние еще хуже. Представьте, в темном переулке сделать, просто досточку кинуть. Ну это все, это, конечно, никто не пойдет, нормальный человек, даже взрослый. Я не решусь пойти. Во-первых, опасно. Во-вторых, ну это как на дрезине через океан. Люди собрали около двухсот подписей, чтобы переправа на время ремонта появилась рядом с мостом. Письмо люди направили в мэрию накануне. Временный мост будет располагаться рядом с автомобильным, выше по течению, то есть рядом буквально в ближайшем метре. Длина моста пешеходного стоит 36 метров, ширина 1,2 метра. Это временный мост, да. На период реконструкции. Потом движение будет осуществляться по основному мосту, будут два тротуара по 2,25 метров. Подрядчик работ подчеркивает, что постарается оперативно построить переправу, чтобы людям не пришлось обходить. Общественный транспорт будет ездить в основном по соседней улице Гоголя. Изменения маршрута стоит учитывать уже к понедельнику, 1 февраля, когда мост закроют официально. Его ремонт продлится до ноября. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. К другим темам. Уже почти 10 тысяч жителей края поставили прививку от коронавируса. Массово вакцинировать начали в поликлиниках, но теперь им в помощь в Барнауле организовали мобильный пункт. Как ставят прививки в полевых условиях, расскажет Ирина Корчагина. Образилились первые пять человек. Мобильный пункт, в котором вакцинируют от коронавируса, открывается в 10 утра. И уже за час на площади Сахарова выстраивается очередь. Некоторые начинают ругаться, как будто вакцины на всех не хватит. Медсестра Диана Вербовская после ночной смены. Уставшая, но счастливая. Сегодня она будет ставить жителям Барнаула спутник Ви. Чувство гордости есть? Да, есть. Несмотря на то, что я тоже с работы с ночной смены есть, меня внезапно вызвали. Так, да, думаю, ну хорошо, ладно, в чем вы хоть что-то доверили. В первые дни, конечно, еще много кто не знал, а сейчас уже все, слава по городу пошла. Несмотря на то, что даже вчера мороз такой был, было 65 человек. Сейчас у нас здесь 40 доз вакцины. То есть, если мы ее проставим, у нас все очень мобильно, мы позвонили, нам привезли еще. Суровые сибирские морозы позволяют хранить вакцину спутник Ви вот таким незамысловатым способом, потому что вообще она требует особых условий, специальные камеры, хладоэлементы. А сейчас на улице минус 27, поэтому коробка с вакциной может просто так стоять на снегу. Чтобы люди не мерзли в ожидании очереди, рядом с мобильным пунктом развернута палатка МЧС, где можно согреться. Правда, почему-то большинство людей предпочитает ждать именно на улице, видимо, так сильно боятся пропустить свою очередь. Виктор Владимирович, можно сказать, проходил мимо и не смог пройти мимо. Даже не планировал, что сегодня поставит прививку. Но, признается, давно об этом задумывался. Слишком страшны воспоминания о том, как ковидом болели родственники. У одного брата умерла, как теща. Поэтому, извините, когда они все заболели, и хоронить нужно, и все. А кто? Лучше привиться. Вот сегодня, 26 января, у вас первый этап вакцинации. Второй вы проходите 16 февраля. Второй укол через 21 день ставят уже в больнице. На него пациенты сразу здесь получают талон. Чего не скажешь о вакцинации в поликлиниках. Там очередь на первый укол ждут месяцами. Позвонили, где-то на март месяц записывают. Так что лучше сейчас привиться, чем потом болеть этим ковидом. 13 января обратились, нам сказали, 29 марта 2021 года вы можете прийти на прививку. Люди, с которыми мы сегодня общались, сказали, что пришли на вакцинацию добровольно. Хотя в крае уже случались инциденты, когда руководители якобы заставляли своих подчиненных ставить прививку. При этом немало людей пока опасаются уколоться спутником. И многих волнует противопоказания. Прививаются те люди, которые не имеют острых заболеваний, как инфекционных, так и обострения хронических заболеваний. То есть нет температуры, человек соматически чувствует себя здоровым. И пока акцент делается на тех людей, кто не болел новой коронавирусной инфекцией. Мобильный пункт на площади Сахарова будет работать до 29 февраля. Затем процедурная на колесах переедет в другую точку. Кстати, в планах Минздрава мощностями всех учреждений провакцинировать 30% жителей края. В ближайшее время регион ждет поставку еще 32 тысяч доз спутника ВИ. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Кстати, Минздрав края предложил алтайским студентам разработать символику вакцинации от коронавируса. Этим будут заниматься архитекторы, дизайнеры политеха. Пока подробностей мало. Известно лишь, что это будут нагрудные значки для граждан. Вероятно, для тех, кто поставил прививку. Тем временем, Владимир Путин накануне заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется. А значит, можно с осторожностью снимать введенные ограничения. В нашем регионе стабильно высокие цифры посмертности от коронавируса. За сутки в ковидных госпиталях умерли еще 13 жителей края. В тяжелом состоянии находятся 353 пациента. 108 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Выявлено 189 новых случаев заражения. Между тем, не утихают страсти между сторонниками и противниками масочного режима, которые ввели с начала пандемии. Сегодня в соцсети появилось видео об очередном инциденте, который произошел в одном из барнольдских трамваев. Подобные стычки в краевой столице случались уже неоднократно. Например, в конце октября прошлого года на целый час было парализовано движение трамваев из-за протеста антимасочника. Похожий случай произошел и на днях, и снова в общественном транспорте. По словам очевидца, один пассажир не надел маску, другой возмутился и попросил нарушителя покинуть трамвай. Но последний выходить отказался. Завязалась драка. Мэрия Барнаула поддержала позицию по строительству нового корпуса классического университета на месте зеленой зоны в центре краевой столицы. Между тем, общественники уже согласовали проведение пикетов, где планируется сбор подписей губернатору и министру высшей школы и науки России против строительства. В пресс-службе мэрии отметили, что развитие высшей школы – важный аспект развития города. К тому же, пока нет проекта здания, который должен пройти государственную экспертизу, а значит и обсуждать сейчас нечего, заявили городские власти. Только после всестороннего рассмотрения проекта будет принято решение о его поддержке или отказе в реализации. Тем временем, инициативные барнольцы уверены, что здание непременно появится, а ему в зеленой зоне города совсем не место. Поэтому, начиная с 27 и по 30 января, барнольцы, поддерживающие мнение инициативной группы, смогут оставить свои подписи на площади Сахарова у бывшего комсомольского камня. Подписи планируют направить губернатору и министру высшей школы. К слову, мнение общественников поддерживает член Союза архитекторов России Владимир Антоненко. По его словам, в Барнауле катастрофически не хватает зеленых насаждений, тем временем рассмотреть альтернативные варианты размещения нового корпуса на другой территории никто даже не пытается. Центр занятости населения Барнаула переживает глобальную модернизацию. Такое обновление одновременно началось еще в двух десятках регионов России, а через три года реорганизация должна завершиться во всех службах занятости. Теперь в числе главных задач их сотрудников не просто помощь в поиске работы, но и раскрытие потенциала соискателя и планирование их успешной карьеры, начиная с грамотного составления резюме. Подробнее об этом в следующем сюжете. Помощь в поиске работы никто не отменял, но теперь граждане могут обойтись и без сотрудника центра занятости. Просто зарегистрироваться на сайте работ России. Принцип тот же, что и на многих известных сайтах. А вот новое здание центра занятости, где практически завершен ремонт, уже для других форм работы с соискателями. И они теперь в приоритете. Содействие к собственному делу, планирование собственной карьеры, грамотные, тематические тренинги, которые обучают людей навыкам поиска работы, активной жизненной позиции. Учат грамотно составлять резюме, вести себя на собеседовании, в переговорах, телефонных, личных и так далее. Модное слово «ассесмент» отныне не только прерогатива частных агентств, рассказали нам сегодня. Комплексную оценку персонала, реальных качеств сотрудников смогут сделать и специалисты службы занятости. Причем, если частники берут за это пару десятков тысяч, в государственной службе занятости услуга, понятно, бесплатная. Персонал службы прошел переобучение, привлекут и специалистов со стороны, к примеру, студентов-психологов классического вуза. Ребята будут смотреть и будут разработаны игры, связанные с реальными управленческими процессами. И вот на основании того, как себя человек поведет, как он сможет организовать группу на работу в рамках этой задачи, какие вопросы он будет ставить, как он правильно распределит обязанности. Это как раз позволяет определить, есть в человеке лидерские качества или нет. Меняется и подход к работодателям, говорят, в центре занятости. Сейчас соискатели вряд ли предложат место на предприятие, которое сокращает сотрудников или не развивает производство. К слову, с работодателями сотрудничать планируют еще теснее. Одно из крупнейших промышленных предприятий Барнаула, к примеру, заключило долгосрочный договор со службой занятости. На заводе наращивают мощности и люди нужны, в том числе молодые кадры. Сегодня мы уже пришли к тому, что надо не просто проводить, пригласить, показать станки 4-5 поколения, провести по заводу, накормить рабочие котлеты, говорить так обедом, но и дать попробовать что-то сделать своими руками. То есть это так называемые профессиональные пробы. Это тоже новая услуга, о которой в центре занятости, по крайней мере нам так сказали, теперь будет много. В ближайшее время, когда ремонт в здании завершится, карьерные психологи готовы будут принять небольшие группы для проведения тренингов. Но зарегистрироваться для обычного поиска работы по-прежнему можно только дистанционно, ведь в крае продолжают действовать ограничительные мероприятия. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. Кризис – время для развития. В этом убедились сегодня барнаульские предприниматели. Для них в центре «Мой бизнес» провели федеральную бизнес-игру. Называется она «Черный лебедь», а направлена на усиление переговорных навыков. Как прошла игра и способна ли такая форма взаимодействия помогать бизнес-решениям, выяснял Илья Кочетков. «Черный лебедь» – это не только редкая птица. В теории управления так называют внезапные ситуации с далеко идущими последствиями. Пандемия COVID-19 для многих участников экономического рынка стала именно такой птицей несчастья. Многие бизнесмены, даже опытные, осознали, пора учиться и повышать квалификацию. Ведь все постоянно меняется, и нужно уметь быстро адаптироваться. У нас выступают срочные новости. Над некоторыми городами были обнаружены инопланетные лентающие тарелки. Непонятно, что они устроены, но вы можете направить исследовательскую трубу к этим тарелкам. И, возможно, сможете включить в свое распоряжение инопланетные технологии. Барнаул стал первым городом России, где специально разработали и провели такую бизнес-игру. Воплотили идею платформа «Деловая среда» и Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства. По условиям игры, каждая команда – определенная страна. Цель руководства государства – выстроить грамотное отношение с соседями, отстояв свои интересы. Такая задача позволяет обучаться, определяя стратегию развития своего дела. Антикризисному управлению, оперативного принятия решений, гибкости, чтобы предприятие не испугалось в период кризиса неожиданного, и чтобы они уже могли оперативно перестроиться. В принципе, вот здесь они эти навыки все и будут отрабатывать. Но у них уже опыт есть по итогам личной практики прошлого года, поэтому достаточно активно все включились в игру. Для закрепления знаний уже после игры прошла лекция об эффективных переговорах. По итогам игровой встречи предприниматели получили сертификаты участников и подарки. Но главное, говорят бизнесмены, они с большей уверенностью готовы преодолевать любые кризисные ситуации. Илья Кчетков, Алексей Фризин. День с толком. Культурная столица страны стала ближе к Барнаулу. Прямой рейс Барнаул-Санкт-Петербург запускает одна из отечественных авиакомпаний. Полеты стартуют с 24 апреля. Боинг рассчитан на 189 человек. Пассажиры проведут в воздухе почти 5 часов. Стоимость билетов уже известна. Она начинается от 6200 рублей в одну сторону. Из краевой столицы самолет в Петер будет совершать рейс дважды в неделю. По средам и субботам в 8.30 утра. Вылет из Санкт-Петербурга запланирован на вторник и пятницу в 10.30 вечера. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!